И начинаем снова с ситуации в Курской области, где 10-й день продолжается украинское наступление. Главком ВСО Александр Сырский доложил украинскому президенту о взятии города Суджа и сообщил о создании там первой военной комендатуры. По его словам, с начала наступления украинские военные взяли под контроль 82 населенных пункта и 1150 квадратных километров территорий. Впрочем, аналитики, в частности Американского института изучения войны, ставят под сомнение эту цифру. Тем временем Российская Минобороны заявляет о пресечении попыток прорыва ВСУ. Но, судя по его данным, украинские войска за сутки продвинулись на два километра. Financial Times со ссылкой на Главное управление разведки Украины сообщает, что Киев уже начал переговоры с Москвой об обмене пленных, захваченных в Курской области. В нескольких районах продолжается эвакуация. В Белгородской области, как и ранее в Курской, введен режим ЧАЭС федерального характера. Подробнее ситуацию обсудим с военным аналитиком ФБК Яном Матвеевым. Ян, здравствуйте. Добрый день. Я вас благодарю за включение и хочу начать с той информации, которая появилась буквально пару часов назад в медиапространстве. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что российская сторона инициировала переговоры об обмене пленных, которых ВСУ захватили в Курской области. И военная разведка Украины подтвердила для Financial Times, что работает над обменом, но в России это не подтверждают. При этом ранее говорилось о том, что россияне якобы решили приостановить любые обмены. Вот хотелось бы услышать мне ваше мнение по этому поводу. Ну, я думаю, что обмен рано или поздно будет, потому что действительно очень много плен украинская сторона захватила в Курской области, в том числе ахматовцев, кадыровцев, которые как раз были на границе и пытались воевать, собственно, в Курской области. Возможно, среди них, ну или среди пограничников, других военных, в плен попали и какие-то довольно важные люди, там, высокопоставленные, может быть, военные. Ну и, соответственно, их торопятся обменять. Плюс вот эта вот картинка с постоянным большим количеством пленных, которые демонстрирует украинская сторона, невыгодна российской пропаганде, естественно. И они вот таким быстрым обменом, который, как говорят, инициировали именно они, могут избежать этой картинки, то есть побыстрее вернуть. Там идет счет, уже чуть ли не больше тысячи человек взяли в плен, ну, как сообщают, да, оценить это как-то сложно. Но видео действительно очень много с пленными, поэтому плюс украинцы тоже, естественно, торопятся обменять на своих, потому что много украинских пленных достаточно еще содержится в российских тюрьмах, а мы видели, в каком состоянии они оттуда выходят. И есть случаи уже, когда их там и убивали, ну, буквально пытали до смерти некоторых военных. Поэтому это для них просто вопрос жизни и смерти. И не удивлюсь, если действительно обмен этот произойдет довольно быстро. То есть обе стороны сейчас в нем, в принципе, заинтересованы. Ян, уже десятый день идет эта наступательная операция в Курской области. И одна из ее целей уже понятная. Украинская армия стремится создать буферную зону. И об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. И примечательно, что Киев открывает гуманитарные коридоры как в сторону Украины, так и в сторону России. И выходит, что многие граждане России, которые говорили о том, что они были вынуждены своими силами эвакуироваться из зоны проведения украинской операции, теперь могут бежать в Украину. Вот какими могут быть действия или реакция российских властей вот в этом случае? Как вы думаете? Ой, ну предсказать довольно сложно, но я думаю, что речь все-таки идет не о интеграции, скажем, граждан российских, живущих в Курской области в Украину и превращении их в украинских граждан, а просто тот момент, что из разных районов может быть безопаснее выходить либо в одну сторону, либо в другую. И тут украинские военные власти делают совершенно правильно, что самое главное это доставить гражданских лиц в безопасное место. А уже потом, соответственно, их можно перевозить куда-то дальше. То есть я не удивлюсь, если часть граждан из Курской области выйдет, собственно, в Украину, а потом из Украины вернется назад в Россию, скажем, через границу с Брянской областью или через Республику Беларусь, я не знаю. Ну, то есть вариантов-то много можно придумать таких, найти где-то безопасные коридоры. Ну, это в целом организация и коммунитарных коридоров, и организация эвакуации мирных жителей. Это совершенно правильное и естественное действие, которое должно было быть предпринято, и вот оно сделано. Я согласна. Будем тогда ждать какой-то реакции от российской стороны. Вы знаете, еще хотелось бы понять, что будет, когда Украина исчерпает свой наступательный порыв. Выходит, что ВСУ расширили фронт, и это, очевидно, не в пользу Украины. В чем же тогда смысл? Ну, честно скажу, не то, чтобы очевидно, прямо что не в пользу, потому что тут нужно будет смотреть уже непосредственно расклады, да, сколько подразделений будет находиться на этом участке фронта, украинских, российских, и таким образом можно будет уже посмотреть. Но я бы не сказал, что прямо сейчас Украина может только остановиться и сохранить фронт на той примерно линии соприкосновения, которая происходит сейчас. То есть у них есть, по сути, два выбора. Либо действительно стабилизировать ситуацию. Ну, всегда еще есть вариант совсем уйти, то есть обратно через границу. Но пока, я думаю, они не рассматривают такой вариант. Либо, значит, они будут стабилизировать ситуацию и создавать, собственно, сам фронт в Курской области. Либо они предпримут одну или несколько крупных атак, чтобы уже пробить ту оборону, которую российские генералы выстроили. Пока эта оборона очень непрочная, она соткана из очень небольших разнородных подразделений, без серьезной поддержки артиллерии. Но эта оборона усиливается. Сейчас российскими военными с каждым днем, и чем дольше украинские генералы ждут, тем сложнее потом будет атаковать. Но пока у них такой выбор еще есть. То есть провести какую-то масштабную атаку и пройти еще дальше. Может быть, в сторону Рыльска, может быть, в сторону Курска, Львова, может быть, наоборот, на восток, в сторону Белгорода. И также надо не забывать, что есть еще риск всегда прорыва границы в других местах. И в Белгородской области, и в Курской области, и так далее. То есть опций для украинской армии еще довольно много. Они владеют инициативой, и они сейчас решают, как дальше будет развиваться вот эта вся ситуация. А вот оценивать, выгодно это в общем или невыгодно для украинской армии, уже можно будет потом, когда ситуация окончательно стабилизируется и как-то закончится, так скажем. Ян, а если говорить все-таки о Курской области, получается, им придется окопаться там и как-то держаться? Ну, окопаться всегда приходится, окапываться всегда приходится, когда создается фронт, безусловно. Когда заканчивается период маневренной войны, я больше того скажу, они должны плюс-минус каждый день где-то окапываться. То есть военные, в принципе, не находятся на территории просто так. То есть они все время должны быть где-то в укреплениях каких-то, где-то их делать, даже на промежуточных рубежах. Не обязательно идти докуда-то, вот докуда они решили, мы дойдем досюда и тут начнем копать окопы. Нет, военные в любом случае, им нужно создавать укрепления, пускай временные, пускай небольшие, но все равно. Поэтому они уже готовят эти укрепления и окапываются, плюс эти линии обороны могут пригодиться в будущем, потому что если они окопаются дальше, дойдут дальше, а потом им придется отступать под давлением российских войск, то они будут переходить как раз на эти укрепления, которые были созданы ранее, да, второй, там, третий рубеж и так далее. Поэтому эти два момента, они происходят сейчас практически одновременно. То есть и попытки атак, или планирования атак, и окапывание украинских войск в Курской области, конечно. Ян, еще я бы хотела спеть с вами поговорить о взгляде извне, вот потому что события в Курской области действительно приковали внимание всего мира. Но евродепутаты, сотрудники аппарата Европейского союза сейчас на каникулах. Штаб-квартира НАТО в отпуске и тоже пока ничего не заявляет. Ближайшее официальное обсуждение темы запланировано на конец этого месяца, когда в Брюссель съедутся на неформальную встречу министра иностранных дел и обороны 27 государств ЕС. И пока же мы слышим заявления чиновников, политиков и экспертов, и все они о поддержке Киеву. Вот как вы думаете, чего ждать от этой неформальной встречи? Я думаю, что чего-то особенного вряд ли стоит ждать. Скорее всего, мы не увидим каких-то протестов особо. То есть да, самый главный вопрос состоит в том, что украинские военные воюют на территории России, на законной территории России, западным оружием. И вот кто-то ожидал, что будут протесты, запреты и так далее, вопросы к украинским военным. Но я так понял, что плюс-минус достигнут консенсус и никаких особо серьезных кризисов не будет в этом плане. То есть оружие то, которое находится у Украины, оно Украина и они его используют. Те запреты, которые давались на дальнобойное оружие, они, судя по всему, соблюдаются. Я не видел каких-то подтверждений, что, скажем, ракета Атакамс, допустим, по Курской области используется. Или что-то еще там, крылатые ракеты тоже. Ну а все остальное было и так разрешено. Поэтому я думаю, что западные политики, как и раньше, будут просто выражать поддержку украинской армии. Ну, обсуждать, безусловно, то, что происходит. Ну и плюс к этому моменту уже как-то события разовьются. Я думаю, из этого и будет тоже исходить тема обсуждения, как все это пойдет. Возможно, важной темой станет угроза атомной электростанции, потому что Курскую АЭС называют одной из целей украинских войск. И тут тоже вопрос, дойдут они до нее, до города Курчатов или нет. Пока кажется, что вот сейчас нет. Но, как я уже сказал, у них есть опция новых атак. И если эти атаки будут, то могут и дойти, безусловно. Да, и как раз Киенко сегодня приехал в город Курчатов, где находится Курская АЭС. Ян, я вас благодарю за беседу, за подробный разбор. Обязательно продолжаем наблюдать за ситуацией в Курской области. Спасибо, всего доброго.